Количество жителей Сергей Поля, нижней и верхней Шаумяновки, разбитого котла в последние годы выросло в несколько раз, а дороги на это не были рассчитаны. Накануне на собрании в поселковой администрации это отметили и некоторые водители. За два года, что вот это была новая разметка, на Шаумяновке, повод налево, сужение двух полос в одном, создание бутылки искусственной, идет транспорт грузовой, идет с прицепами, тяжелый транспорт. Каждый метр он останавливается. Тормоза отказываются. Много кто ездит по этой трассе, знает, сколько стоит за поворотом, сразу грузовиков, которые ломаются и стоят просто. Возможно откатывание назад и с давлением машин. Новая схема была принята коллегиально федеральными дорожниками администрации города ГИБДД, но теперь в нее пришлось внести изменения. Первый заместитель главы Сочи Мухдин Чермит отметил, комиссия по безопасности дорожного движения пошла навстречу жителям, насколько это возможно. Поворот в сторону центра из Сергея Поля открыт. В течение месяца на зебре в районе Мамайского перевала появится светофор. Он разграничит потоки машин Сергея Поля в сторону Сочи и обратно. Впрочем, окончательно проблему заторов на перевале это не решит. Для этого требуются более радикальные меры. Для оптимизации движения на данном участке дороги и увеличения пропускной способности все-таки необходимо увеличение количества полос движения до четырех, чтобы у нас две полосы движения были в Сочи и две полосы движения в Дагомыс. Это будет оптимальное решение. Мы должны добиться, чтобы там появилась четвертая полоса. Это одна мера. Следующая мера. Там нужно сносить ряд коммерческих объектов. Прежде всего, они находятся в полосе отвода автомобильной дороги. В полосе отвода они находятся реально. Они построены там в большинстве своем либо по решениям судов, либо каким-то другим образом, что сегодня реально препятствует разрешению дорожной ситуации в этом месте. Поэтому эти объекты должны быть снесены. Но это должно быть, естественно, в законном порядке решением судов. Благодаря недавним изменениям в 222 статью Гражданского кодекса даже узаконенные объекты могут быть демонтированы, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Мы в настоящий момент начинаем новую процедуру проверки законности расположения данных объектов на этих земельных участках. Сделали запросы в Федеральное дорожное агентство для того, чтобы они нам дали подтверждение, что они препятствуют и мешают надлежащим дорожному движению. И по результатам этой проверки, безусловно, будем принимать все меры для того, чтобы дорожное движение в данной части было надлежаще организовано, как это положено по всем нормативам, по всем требованиям к безопасности дорожного движения. Это, конечно, займет не один месяц, пока нужно обкатать существующую схему. В среду состоится очередное заседание комиссии по безопасности движения с участием всех заинтересованных сторон. Галина Моисеева, Максим Ковригин, телекомпания ФКТ.